Добрый вечер, это программа После новостей. Я Мария Бухтуева. Красноярский край увеличит расходы на 5 миллиардов рублей. Рассмотрение бюджета во втором чтении планируется на сессии 7 декабря. Несмотря на то, что проект был принят за основу, традиционно возникли вопросы, куда пойдут бюджетные деньги и какие приоритеты в развитии региона видят краевые власти. Об этом будем общаться с нашим гостем. Я представляю депутата законодательного собрания Красноярского края, члена комитетов по бюджету и экономике Максим Андреевич Маркерта. Добрый вечер. Добрый вечер, Мария. Ну вот не хватает денег, плохо. Излишки есть, тоже вроде бы как вопрос, что с ними дальше делать. Вот нераспределенные остатки денежных средств, это вот как раз и есть вот эти 5 миллиардов рублей или там какая-то другая сумма? Нет. Начну с того, что бюджет в принципе у нас хороший показывает положительную динамику. Министр финансов докладывает о том, что справились со всеми, скажем так, проблемами, справляемся с санкцией, там еще что-то, преодолеваем эти все трудности. Бюджет растет, как доходы, так и расходы. Нераспределенные остатки, свободные средства так называемые, они у нас на начало этого года были в районе 80 миллиардов, если я не ошибаюсь. Я говорил уже о них. В этом году на сегодняшний момент порядка 40 миллиардов. Это деньги, которые в бюджете не распределены. И я подозреваю, что они в очередной раз у нас будут размещены на банковских счетах. Такое ощущение, что мы помогаем в развитии банковской отрасли. 5 миллиардов, про которые вы говорите, это поправка в бюджет. Правительство внесена к первому чтению. Увеличили они расходную часть, но содержание этой поправки мы еще не видели. Я не знаю, на какие цели пойдет. Ну прям такая круглая сумма 5 миллиардов. В принципе, это достаточно для того, чтобы направить их в какую-то одну отрасль или они, что называется, размажутся? Они размажутся. Просто единственное, надо предметно разговаривать. Я не понимаю, на что идут. Ну, в принципе, по поводу бюджета, одно из ключевых направлений, где действительно нужна какая-то корректировка, это увеличение зарплат бюджетников. Но здесь тоже разные взгляды на эту тему есть. Вот расскажите, как увеличение зарплат и вообще доходов бюджетников видят краевые власти. Как видите это вы? Правительство предложило нам еще, скажем так, решение прошлого состава правительства. Они предлагают увеличить разовую, скажем так, доплату сделать к зарплатам в районе 3 тысяч рублей. Ну не в районе 3 тысяч рублей, плюс надбавки там в районе 5 тысяч получится. Мое предложение было следующее. Мы должны в соответствии с трудовым кодексом индексировать зарплату на уровень роста цен, соответственно, не ниже инфляции. Это расходы, как также Минфин подсчитывает, требуется вместо того, что добавили 20 миллиардов они сейчас на эти цельные увеличения зарплат, это на 18 процентов, которые пойдут на увеличение мрот, и вот эти 3 тысячи, которые доплата будет, нужно еще порядка 20 миллиардов. Я Минфину говорю о том, что у нас эти деньги есть, они будут лежать у нас фактически мертвым грузом на счетах. Давайте направим их в экономику, в повышение зарплат, людям, чтобы они ощутили повышение. Потому что что такое сегодня, вот мы спорили на сессии, что такое доплата в 3 тысячи или 5 тысяч для, скажем так, наших высококвалифицированных работников. Это учителя, врачи и так далее. Ну, любые работники бюджетной сферы, у которых средняя, допустим, у врачей идет средняя зарплата по экономике 140 тысяч. Ну, ты посчитайте, сколько это, 2-3 процента доплата будет к их зарплате, нещутимо будет. При этом вахтерам, сторожам, которые получали мрот, доплата будет 18 процентов. У нас соотношение высококвалифицированных и низкоквалифицированных уже сравнялось. Сейчас выгодно работать сторожам, никакой ответственности нет, получаешь зарплату мрот. Она получается со всеми надбавками в районе 30 тысяч будешь получать. Учителя, которые работают на 2-3 ставки, врачи, которые сутками работают и заботятся, и несут огромную ответственность, получают зарплату 60 тысяч, 70 тысяч. При этом напомню, что комиссия в правительстве создана по вопросу зарплат. На моей памяти они один раз собрались и больше не собираются. Хотя система оплаты труда, как минимум в отрасли образования, она давно требует перемен. Но она требует перемены на федеральном уровне, но я так полагаю, что федеральное правительство тоже не меняет участие. Нет, это наша полномочия, мы сами можем утвердить систему оплаты труда. Это стимулирующие, какие оклад. У нас в профсоюзе же сейчас подняли информацию, что у нас в Краснодарском крае в системе образования самые низкие оклады. По сравнению с остальными регионами, получается так? Ну, не лучшие результаты, скажем так. Хотя мы вполне можем быть регионом лучшим в стране. У нас есть для этого все возможности. Ну, к моменту второго чтения, как вы думаете, будут какие-то корректировки внесены вот в этой части? Депутаты готовят поправки, правительство будет готовить еще поправку. Посмотрим, приоритеты нужно менять, уходить от, скажем так, ненужных расходов на расходы для людей. Мы должны работать все-таки в интересах людей. Ну, вот еще одна важная инициатива ваша, в частности, была создание межфракционной группы в Законодательном собрании края по вопросу газификации. Здесь есть какие-то успехи? Комитет по экономике, председатель Васильев возглавил ее. Я надеюсь, сейчас у нас работа в этом отношении выстроится. Что планируете рассматривать на этой комиссии? То есть там будут правительства с вами входить в прямой диалог? Какие-то данные будут поступать от компании, которая будет заниматься газификацией? Вот что вы там ожидаете? Ну, конечно, это совместная будет работа. Представители министерств, правительства будут приходить на нашу рабочую группу. Мы будем к ним ходить, то есть участвовать в этом процессе, потому что нам нужно параллельно делать свою работу. Это какие-то готовить документы по внесению изменений в законы. Там колоссальный объем работы. И коллеги, наконец, с этим согласились. На прошлой сессии не было большинства в поддержке этого отрасли. Но у нас, вы знаете, что у нас на днях приезжали представители Газпрома, встречались с губернатором. Движение есть. Напор губернатора, но позитив вселяет определенное. Есть движение, я надеюсь на позитивный исход этого. Ну, вообще, напомню, что президент поставил срок 2028 год. Это не только подведение каких-то магистралей, это уже полное окончание вот этого всего проекта. По этим срокам, как думаете, будут какие-то подвижки в ту или иную сторону? Не могу на этот вопрос ответить. Я надеюсь, что поручение президента будет выполнено в полном объеме. И не то, что у нас труба будет подведена, скажем так, к региону, а у нас будет именно в полном объеме осуществлена газификация. Но я хочу сказать о том, что если мы все-таки ТЭЦ, СГК, не заставим их включить в свои рабочие процессы газификацию, переход на газ... Крупные предприятия, крупных загрязнителей городских. Да, мы не изменим ситуацию. Мы черное небо, за газонность мы это не решим вопросом. Мы поручение президента можем выполнить, как правительство у нас обычно бывает, начинает вилять туда или сюда, то есть искать какие-то пути, механизмы, чтобы почитаться, что мы вроде как задачу выполнили. Но нет, здесь у него на совещании было озвучено, что основные загрязители в городе Красноярске, в частности, это русалы СГК, ТЭЦ. То есть мы должны их газифицировать. СГК и ТЭЦ. Ну, желание обоюдное есть? Ну, у жителей так точно есть желание, чтобы было чистое небо. А у крупных финансовых групп? Я думаю, что СГК это точно не выгодно, потому что у них генерация идет за счет же угля, это их отрасль. Ну, здесь нужна политическая воля. Ну, посмотрим, чьи интересы победят. А что касается остальных направлений финансирования бюджета, которые обсуждали народные избранники, какие еще направления требуют особого внимания? Вот, в частности, приведение в нормативное состояние дорог. Здесь есть какие-то подвижки? Напомните, на какой процент сейчас это отвечает норме, и сколько нужно там еще средств для того, чтобы наконец-то достроили развязку на Северном шоссе, чтобы там освещение появилось. Ну, в общем, вот эти все проблемы, чтобы решить. Смотрите, у нас норматив содержания, так называемый, должен был выйти на 100% еще к 2021 году. Была программа разработана. Постоянно эти сроки переносятся. Мы на Комитете по экономике и промышленности этот вопрос постоянно поднимаем. В этом году в очередной раз мы дошли до 50% всего нормативного содержания, и то с учетом того, последнее решение губернатора было, это когда полтора миллиарда добавили на город Красноярск. Мы в общей сумме вышли на 50%. Это мизер, это очень мало. Только за счет Красноярска, получается? Да. При этом мы находим в очередной раз 500 миллионов в год потратить на установку камер фиксации нарушений, которые будут трафы драться наших людей. Это на... Еще не успел до конца ознакомиться с заключением счетной палаты по светофорам, которые интеллектуальная система работы светофора в городе. Потратили миллиард, но она, я так понял, до конца не работает, работает в ручном режиме. Поэтому мы находим деньги на корпорацию «Инисейская Сибирь», мы находим деньги на форумы, мы находим деньги на технологические долины, на дороге и именно сети. Но не находим деньги на, скажем так, то, что нам необходимо. Это содержание дорог. Вы видите, даже сейчас снег идет, есть город в Коломстово. Это в Красноярске. Но в Красноярске еще более-менее деньги выделяют. В других городах, в районах у них нет денег на содержание зимой. Ну, в принципе, до города доехать, если выезжать из аэропорта и ехать вот через северное шоссе со стороны Калинина, вот эта развязка, она там, ну, я уже не знаю, сколько лет, стоит вот в одном и том же состоянии. Там вереницы из машин выстраиваются, она где-то на подъезде на нескольких километров. И такое ощущение, что вот дорожного хозяина в Красноярске и в крае как будто бы нет. Ну, вы же видите, какие у нас постоянно в последнее время вокруг Министерства транспорта происходят конфузы. То кого-то задерживают, то еще что-то. У них необоснованные траты, на мой взгляд. Не знаю, чьи решения, я бы так не могу до конца добиться. Они потратили, тратят сейчас 800 миллионов на парковку подземную, на 200 мест. Кому она нужна, я не понимаю, возле театра, оперы и балета. Какие решения принимаются? Категорически не хотят с нами делиться, скажем так, развитием или еще чем-то. Поэтому не могу по той дороге по развязку. Кстати, министр финансов, который был на встрече с депутатами, он сказал, что необходимо включать в бюджетный процесс жителей края, их активное участие в программах инициативного бюджетирования. Вот как вы считаете, если действительно население нашего края получило бы доступ к формированию вот этих бюджетных статей, вот на какие, ну не только жители Красноярска, а сельской местности в том числе, на какие направления они обратили внимание бы властей? Эту задачу губернатор поставил. Раньше этого никогда не было. Они сами решали, куда направлять какие деньги на свое усмотрение. Сейчас, да, поставлена губернатором задача с учетом мнения жителей формировать те или иные расходы. Конечно, это правильное решение. И какие бы тогда статьи получили бы, ну, большее либо должное финансирование, кроме повышения зарплат бюджетников, дороги, вот что там? Инфраструктура, социальные объекты, то, что нужно людям. А вот что касается строительства жилья для специалистов на селе, все-таки у нас не все жители края проживают в Красноярске и в крупных городах. Вот что с этим сейчас, какая обстановка на должном уровне финансируется там, строительство, жилья для специалистов, вообще инфраструктуру для жителей сельской местности? Да не в должном. Последнюю информацию по прокуратуре смотрел, когда нацпроекты обсуждали, то есть они у нас выполняются наполовину. Ну, это же не годится. У нас есть деньги в бюджете, мы не можем их освоить. Мы, опять же, здесь, скажу, нет комплексного подхода. Вот мы тут на комитете спорили на одном, по Минусинску в частности. Было решение принято изначально построить детскую и взрослую поликлинику. По итогу Минздрав решает, что давайте не будем строить пока детскую, сделаем взрослую только. При этом соглашаются с тем, что в итоге это будет удорожание. Мы поднимаем вопросы, вы предусматриваете сразу жилье для врачей, кого вы будете туда направлять, кто туда вообще поедет работать и где они будут жить. Потому что ситуация по Ачинску. Я говорил, главврач приехал в ЦРБ, жилье ему обеспечить не могут. Семья его не поехала за ним, потому что такие условия, в которые ему предоставили жить, невозможно. По итогу главврач, говорят, хороший достойный сотрудник, возвращается в Красногорск. У нас нет комплексного подхода. Если мы строим больницу, мы должны вокруг нее сразу создавать всю инфраструктуру. Как вы считаете, это связано с тем, что краевое правительство еще не до конца, ну так скажем, сформировано? И какие-то позитивные подвижки будут, когда кадровый вопрос именно будет решен? Я надеюсь, что будут. Будет этот импульс. В любом случае, такие гувернаторы ставят задачи. Будет. Ну и готовы к тому, что в следующем году, когда вот этот бюджет за основу будет принят, будете регулярно собираться и что-то там корректировать, исходя из каких-то новых реалий? Ну у нас по плану есть две корректировки как минимум. Но я думаю, что этот бюджет, который формировался еще, повторюсь, части прошлым правительством, он будет, я надеюсь, кардинально изменен. Именно кардинально? Да. Ну спасибо. Пожелание народным избранникам считать хорошо, следите за каждой народной копейкой. Спасибо большое. Максим Андреевич Маркер, депутат Законодательного собрания Красноярского края, член комитетов по бюджету и экономике, был у нас в гостях в эфире программы «После новостей». Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо за участие. Я с вами прощаюсь. Всем удачи и хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова